Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Дмитрия Шакурова. И Светлана Ладина. Здравствуйте! Мы возвращаемся к темам, которые вы предложили для обсуждений. Одна из них — Великопостное богослужение. Удаётся ли вам бывать на этих службах? Вот именно на сугубых, постных. И когда удаётся, они вам скорее в тягость или скорее в радость? Какие богослужения Великого Поста вы намерены посетить? Почему именно их? И есть ещё вопросы, связанные с памятью 40 мучеников севастийских, которые мы празднуем сегодня. Обычно праздник 40 мучеников приходится на 22 марта. Но поскольку он совпал с четвергом, когда читается Великий Покаянный Канон, то чтобы два праздника вместе не сливать, их разносят на разные даты. И вот сегодня 40 севастийских мучеников в связи с этим спрашиваем, предлагаем порассуждать об уроках их жития лично для вас. А также просим ответить на вопрос, как вы относитесь к традиции печь жаворонков. Если кто не знает, это такие булочки постные. И сам процесс их изготовления — это уже и катехизация, и миссионерство, и способ почтить мучеников. Так что, особенно, конечно, если в семье есть маленькие дети. Но, возможно, у вас другое мнение на этот счёт. Ждём ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». И сразу, чтобы не забыть, обращу ваше внимание, что у нас с коллегой на лацканах птички, которые, ну, они у нас вообще многообразные. Они, когда пишем программу про нарнию, альбатросы символизируют, а сегодня вот жаворонков. Ну и кроме того, в православной традиции эти птички символизируют летящие к Богу души севастийских мучеников. А по другой версии, песнь этих птиц символизирует молитву севастийских мучеников к Богу. Прежде чем мы услышим ваши звонки, хотелось бы напомнить о том, что пост – это время милосердия. И мы говорим о наболевшем, о том, что, увы, у вашего и у нашего телеканала «Союз» есть долги. Остаётся задолженность по оплате вещания в октябре 3 миллиона рублей, в ноябре 3 миллиона рублей. То есть, представляете, как достаточно долго тянется этот долг. В декабре 3 миллиона, в январе 11 миллионов рублей. И пришли счета за февраль 20 миллионов рублей. Ваши пожертвования в январе вместо необходимых для оплаты всех текущих расходов 20 миллионов рублей составили только 15 миллионов 826 тысяч. И в феврале 16-16 миллионов. Суммы значимые, конечно. Огромное спасибо за вашу доброту и щедрость. Но давайте усилим и молитву, и финансовую помощь. Спасибо. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните? Меня зовут Светлана. Я из Краснодарского края. А ещё ваше отчество подскажите, пожалуйста. Нам так неловко всё-таки только по имени обращаться. Светлана Владимировна. Светлана Владимировна. Очень приятно. Я очень люблю этот праздник. И всегда хочу рассказать. Пеку, ну, сколько не помню, но в прошлом году пекла жала ранков. Мне очень нравится. А вы чего с ними делаете? Всех близких друзей, знакомых угощаете, в храм приносите? В прошлом году угощала в своём подъезде одну семью. У них двое детей и родители. А в этом году, не знаю, мужа жду с работы, его угощу. А вот семья была церковная или не церковная? То есть для них вот то, что именно в марте какие-то булочки, птички? Я вот церковилась. Я и сестра моя. А остальные, я думаю, ещё придут, но пока ещё, ну... Ну, то есть людям было просто приятно, что вот такой добрый жест. Спасибо большое, Светлана Владимировна, за звонок, за ваш рассказ. На самом деле, пока стряпая жаворонков с маленькими детьми, можно им, ну, для их возраста адаптированно, как раз и рассказать историю жития севастийских мучеников. Тем более, что, собственно, история достаточно проста для того, чтобы детям её передать. Нету там каких-то вот подробностей, которые надо как-то обойти, скрыть. Но есть там такой момент, если говорить об уроках их жития, которые я вот раньше как-то упускала из виду, а теперь у меня это абсолютно одно на другое наложилось. Недавно слушала отца Андрея Ткачёва, и он говорил, отвечая на вопрос, куда девались настоящие мужчины, сказал, что не снимая ответственности с мужчин, всё-таки просит женщин обратить внимание на то, как они воспитывают мальчиков. И привёл в пример спартанских матерей. То есть, что сейчас найти маму, которая в случае там боевых действий выдаст сыну щит и скажет или с ним, или на нём, крайне сложно. Скорее всего, мама скажет, сыночка, давай дома посиди, да, там никуда не ходи, под кроваткой спрячемся и это дело переждём. Вот, ну, правда, да, правда. А почему об этом вспомнила? Потому что мама самого младшего из вот этих воинов Христовых подбадривала сына, ну, как, плохое слово, подбадривала в данном случае, ободряла его, вдохновляла на то, чтобы он перенёс страдания стойко и остался верным Христу. Вот это, конечно, поражает. У нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Вас как зовут? Меня зовут Лидия. А отчество? Лидия Александровна. Лидия Александровна, здравствуйте. А куда вы звоните нам? Здравствуйте. Мы, я из Подмосковья. Здравствуйте. Я хочу рассказать вам то, что мы вот, я раньше пекла просфора, и мы, ну, а на оставшееся время мы пекли перед этим тоже и жаворонков. И это было, настолько радости приносило людям, когда мы после службы раздавали их людям. Это, вот это вот была для людей, конечно, радость. Видно было на людях, какую просто благодарность и радость они получают от этого. Вот так что это очень и очень хорошо. Спасибо. Добрая традиция. Да, добрая традиция. Конечно, конечно. Это просто нужно внедрять. Просто к нам в храмы. Чем больше, тем лучше. Спасибо, Лидия Александровна. Спасибо. Ну, это действительно, Лидия Александровна подтвердила, что это же, получается, незримая проповедь. Вот ты в подъезд вынес и рассказал про жаворонков через пищу телесную. И потом-то вот, когда эти дети, те же самые мальчики вырастут, они потом будут вспоминать, и где-то, может, даже в тревожном периоде своей жизни, что был эпизод, когда вот такая радость душевно и укрепит. Бог даст. Нам пишут. Да. Варечка Антропова. Наша Варечка, которую вы буквально только что видели в выпуске новостей, и наверняка вы заметили, что мы просим ваших молитв за непраздную Варвару. Так вот, пишет наша Варья Антропова. Пройти весь путь Святой Четыридесятницы – это важный, открывший многое для меня опыт. Но, к сожалению, во время учебы в семинарии великопостные богослужения были скорее в тягость. Оценила это намного позже. Родив ребенка, посещать храм стало намного сложнее. А быть на таких продолжительных богослужениях, как великопостные, тем более. Сейчас для меня просто постоять и помолиться в храме даже 15 минут. Подарок и счастье. Жалею, что не ценила этого раньше. Варечка, спасибо. Еще раз просим ваших молитв за непраздную Варвару. Она у нас второго ребеночка уже ждет. Это еще сложнее. Да, да, да. У нас звонок? Алло. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире сколько... Ой, простите, сколько... Как вас зовут? И откуда вы звоните? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните? Из Тульской области, Воловского района, поселок Ялта. Волина Лидия Анатольевна. Мать шестерых детей. Но они у меня уже выросли. И вот я вспоминаю тоже про жаловку. Но мы еще пекли и лесенки. И вот сейчас я своим тоже внучатом пеку и все. Но я хотела просто вам сказать, чтобы вы нашу батюшку поздравили. Из Тульской области, Воловского района, деревня Носинова. Сейчас ему нужна очень такая хорошая помощь, потому что мы так, у нас церковь пострадала, но она уже у нас останавливается. Пожалуйста, поздравьте ему, дайте ему уж какое-нибудь хорошее пожелание батюшкам у нас. Отец Георгий, жена у него Людмила. Пожалуйста, поздравьте их. Поняли вас? Поняли? Отца Георгия и матушку Людмилу с праздником севастийских мучеников. Ну и помощи Божией, чтобы храм строился как можно быстрее. И утешение получали все жители деревни Осинова. Ну и те, кто бывает в этой деревне в гостях. А в Тульской-то области чего еще пекут? Пряники. А интересно, пекут ли пряники в виде жаворонков? У нас сегодня немножко гастрономическая тема. Не могу не поделиться эмоциональным состоянием после фестиваля постной кухни, который прошел в Екатеринбурге в минувшие выходные. И вот что удалось немножко уловить для себя, что действительно через детский был мастер-класс в завершении фестиваля постной кухни, помимо того, что там было много предприятий общественного питания и в том числе представляли свою продукцию трапезной и монастырей, и храмов. Дети, что воспитание, вот это, о чем ты сказала, и я параллель поймал, что был детский мастер-класс. И действительно, детям интересно. Вместе это ведь семейное дело. И более того, здесь есть еще и евангельская основа. Ведь Господь на проповедь, когда Он уже вознесся, ведь Он являлся после воскресения, Он являлся именно в момент совместной трапезы апостолов. То есть и семья, почему должна, вот, а традиция утеряна, мы все знаем, что приходят все в разное время, и они все едят в разное время. Но семья хотя бы раз в неделю должна собираться за приготовлением, за вкушением пищи. И, как знать, незримо, ну и обязательно, конечно, незримо будет присутствовать Господь за своим словом и наставлением. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Ага, сорвался звонок, залка. Но у нас еще и Мария Настояние. Собственно говоря, да, к чему мы завели разговор о Великопостных богослужениях, в частности, а потому что завтра Мария Настояние. Чтобы напомнить всем, что это никак нельзя пропустить, если только есть малейшая возможность. А если ее нет, то ее надо создать и быть в храме. Потому что впечатления от этой службы такие благодатные, очень теплые. Хотя это через тяжело, через долго, через усталость. Но все-таки впечатления от этой службы, наверное, ничто не заменит. Но, конечно, если объективные причины сурово преграждают вам этот путь, то в 18 часов по московскому времени, включайте телеканал «Союз», полностью канон преподобного Андрея Критского с житием Марии Египетской будет читать Святейший Патриарх Московский и всеяруси Кирилл. У нас запланирована прямая трансляция. Тоже дай Бог, чтобы все получилось. И, по-моему, звонок. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Светлана Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут, скажите, пожалуйста, откуда вы звоните? Здравствуйте. Ой, у меня ваше письмо, наверное, да? Правда? Правда? Да, ну вот сейчас мы как раз готовились прочитать и ждали вашего звонка. И где же вы? Мы уже, да, заждались. Спасибо, Господи. Мы жаворонков сегодня не пекли, но наши бабушки... Меня слышите? Да, да, да. Наши бабушки постоянно пекут пирожки. У нас сейчас ремонт идет в трапезной. И поэтому бабушки пекут пирожки. И раздаем, раздаем, раздаем пирожки эти. Спасибо, Господи, Светлана. Я рада услышать ваш голос. Нашим бабушкам, бездайте, поклон. Обязательно вам. Так вот же, понимаете, я же вот... Да, вам милости Божьей. Понимаете, как получилось. Наши родные любимые милосердия, сестры милосердия из Екатеринбургской епархии с отцом Евгением Попеченко поехали в город Златоуст. И там вот для телеканала «Союз» им передали очень теплое, очень трогательное, очень доброе письмо. И из этого письма я узнала, что в городе Златоусте, в храме святителя Иоанна Златоуста есть наши вот самые любимые зрительницы, потому что, наверное, ну, мы всех любя, бабушек любим больше всех. И вот там тоже есть бабушки, которым от 70 до 90 лет. И эти бабушки очень любят телеканал «Союз». И всегда его поддерживая материально, еще обязательно молятся за телеканал «Союз». И что мы им как родные, и это чувствуется по тем строчкам, которые вот на этих замечательных листочках. Посмотрите, как трогательно. Дорогие бабушки из города Златоуст, примите вот в моих словах от всех моих коллег вам низкий поклон. Спасибо за тепло ваших сердец, которые вы так щедро передали нам. Там еще про открытку речь идет. Будет обязательно открытка, но это уже позже, а вы нам потом напишите в ответ, получили или нет. Хорошо? Мне понравилось вот это сочетание. Бабушки пекут пирожки. Пусть бабушки российские, нероссийские пекут пирожки, пекут жаворонков, потому что только на этих пирожках и на жаворонках вырастают настоящие воины, настоящие христиане. Дорогие друзья, спасибо за участие в этой программе. Дмитрий Шакуров и Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». Даст Бог, еще увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин